В Израиле открывается судебный процесс над Нетаньяху. В Израиле открывается судебный процесс над Нетаньяху 0 часов 35 минут 24 мая 2020 года. Знак авторского права РИА Новости, Евгений Беятов, премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Знак авторского права РИА Новости, Евгений Беятов, Тель-Авив, 24 мая РИА Новости. Первый в истории Израиля судебный процесс, где главным обвиняемым станет действующий премьер-министр, начнется в Иерусалимском окружном суде в воскресенье в 15.00. Судейская коллегия из трех судей приступит к рассмотрению обвинений против премьер-министра страны Бенемина Нетаньяху по делам о коррупции и обмане общественного доверия. По решению суда на первом заседании глава правительства обязан присутствовать лично, чтобы ознакомиться с заключением прокуратуры и сообщить суду, понятны ли ему выдвинутые обвинения. Просьбы Нетаньяху освободить его от присутствия на первом заседании, направленные в прокуратуру и в суд, были отклонены обеими инстанциями. 28 января, 11 часов 20 минут премьер Израиля отозвал запрос о парламентской неприкосновенности. Первое заседание суда носит технический характер, на нем, как и на последующих заседаниях, будет обсуждать все порядок ведения слушаний, а адвокатам обвиняемого будет предоставлена возможность в течение определенного времени ознакомиться с содержанием дела. Предполагается, что суд заслушает около 300 свидетелей обвинения. И по мнению юристов, дело Нетаньяху займет как минимум несколько месяцев, но может растянуться и на несколько лет, поскольку на каждом этапе слушаний стороны могут подавать апелляции в Верховный суд. Следствие по делу Нетаньяху продолжалось около трех лет. Прокуратура сформулировала обвинения против премьер-министра более года назад. Затем осенью 2019 состоялись досудебные слушания, по результатам которых генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит выдвинул обвинения против премьера. В январе 2020 года, после того, как премьер отозвал из Кнессета свою просьбу о предоставлении ему судебного иммунитета, дело было передано в суд. Первое заседание, назначенное на 17 марта, было перенесено из-за пандемии коронавируса на 24 мая. За время отсрочки Нетаньяху успел сформировать новую правительственную коалицию и привести 35-е правительство Израиля к присяге, положив конец политическому кризису, длившемуся в стране полтора года. Верховный суд Израиля 6 мая разрешил Нетаньяху в очередной раз сформировать и возглавить правительство, несмотря на выдвинутые против него обвинения. 27 ноября 2015 года, 10 часов 07 минут, экс-глава администрации президента Киргизии осужден за мошенничество, экс-глава администрации президента Киргизии Данияр Нарамбаев вместе с бывшим депутатом парламента Хаджимуратом Каркмазовым вымогали у семьи осужденного ранее градоначальника Бишкека Наримана Тюлеева 200 тысяч долларов. Самые серьезные обвинения Нетаньяху в получении взятки выдвинуты по так называемому делу 4000 о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы Безек в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном кампании и популярном новостном интернет-ресурсе ВОЛА. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам 2000 и 1000. Дело 1000 касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха. 19 февраля, 16 часов 53 минуты учительницу, бросившую яблоко в Нетаньяху, отстранили от работы дело о позитивном освещении должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги является для израильской судебной системы прецаедентным. Судьям впервые придется принять решение о том, можно ли считать подобного рода отношения со СМИ коррупцией и обманом общественного доверия. Кроме Нетаньяху, в рамках судебного процесса на скамье подсудимых окажутся другие фигуранты дел 2000 и 4000, которые обвиняются в предоставлении Нетаньяху позитивного освещения в СМИ в обмен на политические услуги. Против Нетаньяху должны дать показания три государственных свидетеля бывшие чиновники, заключившие сделку с прокуратурой и получившие иммунитет от судебного преследования. По решению суда, процесс на Нетаньяху не будет транслироваться в прямом эфире вопреки просьбам целого ряда израильских СМИ, по мнению юристов, судебный процесс на Нетаньяху может завершиться как полным оправданием и снятием обвинений, так и условным сроком и даже тюремным заключением. 30 января, 22 часа 44 минуты СМИ узнали причину вмешательства Нетаньяху в дело израильтянки Исаахара ранее на скамье подсудимых оказывались бывший президент Израиля Маши Кацав, обвинения в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, и премьер-министр Эхуд Ольмерт, обвинения в коррупции, однако перед началом судебного процесса оба политика ушли в отставку. Кацав был отстранен от должности генпрокурором страны в 2007 году, а вскоре после этого добровольно ушел в отставку за 10 месяцев до начала суда. Предшественник Нетаньяху на посту премьер-министра Эхуд Ольмерт из-за коррупционных скандалов добровольно покинул свой пост в сентябре 2008 года. В 2014 году суд приговорил Ольмерта к 6 годам лишения свободы, однако в декабре 2015 года приговор экс-премьеру был смягчен с 6 лет до 18 месяцев. Решение по делу Ольмерта принимала судья Ревка Фридман Фельдман, считающаяся одной из наиболее квалифицированных специалистов в области уголовного права. Она же возглавит и судейскую коллегию на процессе против Нетаньяху. Также в судейскую коллегию войдут судьи Маши Бараам и Одет Шахом. 14 мая, 17,56 на грани 2 по цене 1. Израиль впервые получил сразу пару премьеров. Первое, что Нетаньяху и Ганс решили сообща, это перенести церемонию вступления в должность ради встречи с госсекретарем США. Переносить друг друга им будет сложнее. Но Помпей прибыл убедиться, что это дело не помеха. Продолжение следует...